Но вот чего Кабмин до сих пор не сделал, так это не предложил никакого плана на тот случай, если блокада не просто продолжится, но и действительно будет разрастаться. Хотя речь идёт о многомиллиардных потерях. И большой вопрос, есть ли у страны ресурсы, чтобы компенсировать эти убытки. Подробнее в нашей справке. Уже введён режим чрезвычайного положения в энергетике и грозит тёмная перспектива блэкаута. Это последствия блокады на Донбассе. Антрацита, на котором работает половина украинских ТЭЦ, хватит до конца месяца. Блокада на Донбассе может стоить Украине 2 миллиарда долларов. Именно настолько сократится платёжный баланс страны, подсчитали в Нацбанке. А остановка металлургии – это нокдаун для отечественной экономики. Ведь вместе с железнодорожным сообщением блокада парализовала производственные цепочки в промышленности. Некоторые заводы уже погасили печи, другие – на грани. По подсчётам правительства, 75 тысяч человек потеряют работу. Премьер даже назвал цену блокады для украинской экономики. Это 3,5 миллиарда долларов. Такими будут убытки горно-металлургического комплекса. По словам Владимира Гройсмана, блокада играет на руку Кремлю. Мол, теперь Украина будет вынуждена покупать уголь в России. Тем временем на неподконтрольной территории в ответ на блокаду с 1 марта начали так называемую национализацию предприятий. А попросту говоря, отжим. Боевики вводят временную администрацию на всех предприятиях на оккупированной ими территории. Под их контролем уже самая крупная украинская шахта имени Засядька. Все заводы и шахты, которые находились на неподконтрольной территории, работали в украинском правовом поле и платили налоги Украине. Между тем, боевики так разошлись, что начали прибирать к рукам не только шахты и заводы, но и Донбасс-арену, спортивную базу футбольного клуба «Шахтёр» и торговые центры. Но организаторы блокады сдавать позиции не намерены и называют очевидные плюсы происходящего. Дескать, блокада оголила старые проблемы, выявила контрабандные потоки и отсутствие государственного контроля на линии разграничения.